Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, следующим шагом в нашем путешествии по книге Тиелим будет Псалом номер 12. Это удивительный псалом соотносится со временами перед приходом Машеха. Написано, что он для восьмиструнной арфы. И раб Иугуда говорил, что в храме играли на семиструнной арфе, но в дни Машеха будут использоваться восьмиструнные. А так как говорится там еще о поднятии нехороших духов в мире, то это перед приходом Машеха. Следовательно, он очень мистический. И в разных древних источниках много рассказывается об этом псалме. Первое, что хорошо читает 12-й псалом, чтобы защитить себя от искушения. Когда ты чувствуешь, что ты поддашься к какому-то нехорошему влиянию, не согрешить, не поступить по плохому совету. Это, кстати, вторая часть, очень важно. Он помогает для того, чтобы не попасться на плохой совет написанному. В других источниках написано, что это... И вот этот псалом очень хорошо читает минуты скорби. Душевного надлома во время ссор, конфликтов с коллегами, с близкими. Чтобы немножечко выйти из этой ситуации и обрести спокойствие. Еще пишут, что это очень важно, чтобы избежать козни недругов. Вот этот стих, читать этот стих. Я уже сказал, но это говорится от нескольких источников. За отстранение себя от греха. Чтобы ты не поддался на искушение. И написано, что с древних времен читать и слушать 12-й псалом очень полезно и рекомендуется людям, страдающим болезнями печени. Идем дальше. Этот псалом читают, когда переживают за будущее и хотят защитить себя, свою семью от бед, врагов. Поэтому читают этот псалом. Вообще написано, что его читают, когда тобой овладевает страх или отчаяние. Еще раз, почти нет в скольких источниках, в древних написано, что его читают, чтобы не попасться на дурной совет. Еще дурного совета начиналось неприятности в мире, когда Ева поддалась на совет змея. И с этого начались все проблемы человечества. Поэтому этому уделяется большое внимание. Можно написано читать за другого человека. Чтобы он не поддался. В этом случае ты говоришь, что я читаю за такого-то и читаешь этот стих, чтобы защитить его. Написано, что этот псалом очень помогает сдерживать злое начало, так как усиливает духовную защиту. Это считается большая духовная помощь в чтении этого псалма. Что еще о нем можно сказать? Этот псалом читает, чтобы не быть слабым, чтобы поверить в себя, когда вот такие моменты должен себя укрепить. В древних книгах еще пишут, что когда идут в суд, перед судом для победы в суде. Надо прочитать этот псалом, четыре раза повернувшись к разным сторонам света. Но не просто его читать, а как бы читать с разбитым сердцем, искренне вкладывая себя в этот псалом. Написано, что это уникально для победы в суде. Что еще из древних источников? Читают сразу или во время Брита. Тот, кто читает вот этот псалом, приносит написанную великую удачу. И после этого можно сразу просить о чем угодно, и молитва поднимается намного выше, чем обычно. Ну вот, наверное, в двух словах о таком замечательном 12-м псалме. Спасибо большое, до свидания.